В районном историко-культурном центре прошли очередные публичные слушания по вопросу объединения территории Ленинского района в городской округ. Глава муниципалитета встретился с местными жителями, чтобы ответить на все интересующие вопросы. Это пятые по счету публичные слушания, посвященные теме объединения в округ. Валерий Венцель назвал вопрос закономерным и своевременным, так как Ленинский район на данный момент единственный в Московской области, не преобразованный в округ. Посмотрели на опыт наших соседей, отдаленных территорий, которые в последний момент образовались в городские округа и сделали для себя определенные выводы. Мы не просто так спонтанно, мы на протяжении, наверное, последних двух лет внимательно наблюдали за этой реформой. Глава района заверил присутствующих, что данная форма управления выгодна для нашего муниципалитета в финансовом плане. Например, произойдет оптимизация численности муниципальных служащих. Будут устранены дублирующие должности, что позволит сэкономить около 150 миллионов рублей. Те муниципалитеты, у которых префицит бюджета, отчисляют правительство Московской области, бюджет Московской области порядка 171 миллиона рублей. Так вот, при городском округе эти деньги у нас будут оставаться. Валерий Венцель успокоил жителей, сообщив, что с преобразованием в округ генпланы меняться не будут. Сохранятся также общественные советы и органы местного самоуправления. Будет и дальше развиваться инициативное бюджетирование. На каждой территории также будет присутствовать органы местного самоуправления, но уже не поселения, а городского области. То есть там власть будет напрямую уже, власть округа не будет задвоения функций. Многие из присутствовавших на слушаниях уверены, что объединение в округ это правильное и своевременное решение. У нас есть соседи, которые застрелщиками этого дела были. Это у нас Домодедовский район, он сейчас стал округом. Есть много там положительного. Нам просто нужно применять этот опыт и спокойно, рассудительно взяться за это дело и развивать нашу любимую землю, Минский район и город видно. Большой плюс будет, конечно, и для города, и когда в округ объединенный бюджет, правильное распределение средств, потому что я с этим столкнулся. На этом я работал в коммерции, когда пришел бюджет в город. Конечно, я считаю, что это будет очень огромный плюс и для жителей, и для бюджетников. Мы же все всегда вспоминаем те годы 2005-2000 года, когда все было в одних руках и когда шло развитие. Вот и сейчас надо все это консолидировать, централизовать все в одни руки, и мы увидим, я думаю, прогресс и развитие нашего города. Но вопросов у жителей по-прежнему много. После официальной части глава муниципалитета ответил на них в режиме прямого диалога.